Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет ролик о гриле. Но не в ключе приготовления еды на гриле, это мы уже делали много раз. А я вам хочу рассказать о этом бренде, о этом гриле фирмы Magma Grill. Потому что это самый распространенный гриль, который встречается на лодках. Я вам сейчас покажу по Марине, насколько это распространено. Но так как мы этим грилем пользуемся уже давно, я бы сказал, что этот гриль не самое лучшее решение. И сегодня мы с вами будем разбираться, я объясню почему. Ну, наверное, мы начнем с того, что этому грилю уже 5 лет. И мы можем с уверенностью сказать, что в нем хорошо, что в нем плохо. У меня есть определенные претензии, но давайте вместо того, чтобы эти претензии высказывать, я вам расскажу объективно плюсы и объективные минусы. А в конце мы с вами подведем итоги, и вы сами примете это решение. Давайте начнем с того, что мы его просто пойдем и купим. Для начала нужно определиться, какой гриль мы хотим. Есть два варианта. Тот, который будет работать на углях, тот, который будет работать на газу. Скажу честно, тот, который работает на углях, для яхтинга подходит крайне мало, потому что это очень сильно неудобно. Далее, в комплект не входит крепление. Нужно определиться, каким образом мы хотим крепить гриль на лодке. Первый вариант это на леера, стандартные дюймовые 2,5 см диаметр трубы. Второй вариант, когда мы его будем вставлять в кронштейн для спиннингов. Кронштейн, который вставляется в борт, стоит 62 доллара. Плюс дополнительно 16 долларов держатель, который будет вставляться в борт. Я крайне рекомендую покупать вам гриль в том регионе, в котором вы собираетесь селить. Потому что, в зависимости от того, где вы находитесь, у вас будет доступ к местным баллонам. Потому что, если вы, например, начинаете яхтить во Франции, то, скорее всего, у вас не будет тех баллонов, которые вы купите, скажем, где-нибудь в Испании. В комплекте идет редуктор и регулятор на маленький баллон. Если мы хотим использовать большие баллоны, то у нас есть следующие опции. Отдельно регулятор на внешний баллон стоит 45 долларов. К нему нужно еще дополнительно шланг и редуктор. Это будет стоить около 20 долларов. А далее у нас идут баллоны. Обычные синие кемпинг-газ, которые используются в кемперах. Это французские баллоны. Стоимость замены 20 евро. По-моему, 20 евро еще стоит сам баллон при первой покупке. Ну и большие баллоны на 6-10 килограмм. В зависимости от вашей лодки. Те, которые вы используете постоянно. Это будет наиболее удобный вариант. Теперь давайте посмотрим, из чего же состоит, собственно, сам гриль. Кронштейн. После кронштейна идет переходник, на который крепится жиросборник. Трубка, которая держит всю эту конструкцию и редуктор. А далее начинается сборка уже непосредственно самого гриля. Сам тазик с крышкой. Горелка. Сверху рефлектор. Конус, который отсекает прямой огонь и просто создает жар внутри самой кастрюли. И решетка гриля. Устройство достаточно функционально и, на мой взгляд, неплохо продумано. Но есть некоторые минусы, о которых я расскажу вам немножечко попозже. Хочу сразу сказать, что гриль, который на углях, крайне неудобен в использовании на лодке. Потому что вам нужно его разжигать. Это постоянно жидкость, это огонь. Это опасно. В этом плане газовый, конечно, значительно удобней, практичней. И, главное, для лодки безопасней. И еще один момент. Вот посмотрите на то, как он выглядит. Видите, да? То есть он покрыт вот просто... Когда гриль перекален, он становится вот такой темный. Вот это следствие того, что в гриле использовались угли. У меня, когда в Азии сломался газовый вентиль, не было возможности купить. Мы просто покупали уголь, туда насыпали. К сожалению, если вы пользуетесь углем, вот он будет такого цвета. Потому что даже на соседней лодке такой же гриль, он выглядит точно так же. Газовый все-таки немножечко покрасивее. Но с этим все понятно. Здесь вы выбираете каждый на свой вкус, на свой кошелек. Кто-то любит, когда это прямо на углях. Но на самом деле разницы большой нет. Давайте сейчас с вами поговорим о неудобствах. То есть о тех проблемах, которые есть у данного гриля. Очень много важных моментов. Вот эта горелка, во-первых, ее невозможно открутить, ее придется разрезать. Во-вторых, вот она разрушается полностью. И ее хватает всего года на полтора. Я не знаю, из какого говна они ее сделали. Но это просто какой-то кошмар. То есть, вот ее, конечно, можно как-то там прикрыть и что-то с этим делать. Но вы же понимаете, что вот это нужно менять. И оно стоит денег. И его надолго не хватает. Решетки живучие. Иногда они, конечно, прогорают. Но за 5 лет это всего один раз произошло. Вот этот конус прогорает точно так же, как вот эта горелка. Хватает его на 2 года. Ну, может, чуть больше, там, 2,5. Но все равно это нужно менять. Это часть, которая должна в себе хранить жир. Очень маленького объема. Если вы жарите, конечно, курицу, где жира нет, ничего страшного не произойдет. Но если вы жарите свинину, например, или особенно сосиски, то одна выкладка, и это все начинает вытекать отсюда. Течь по борту, на палубу и где угодно. То есть, эта емкость для хранения жира совершенно не подходящая. То есть, она не работает так, как она должна работать. Горелка прогорает, конус прогорает. Ну, ваза сама, наверное, держится какое-то время. То, что данный кронштейн не входит в комплект, вы уже поняли. Есть компоновки, в которых он так и входит. Смотрите. Но те, что я видел, они идут без этого кронштейна. Но, тем не менее, вы его покупаете. А теперь посмотрите, куда будет капать с него жир. Прямо на борт. К сожалению, для того, чтобы сделать удобным этот гриль в использовании, нужно купить еще удлинитель, за который также придется заплатить. А теперь давайте посмотрим, за что вам придется платить в ближайшее время. То, что ненадежно, то, что ломается. Газовая горелка, редуктор под маленький баллон, конус, дефлектор и, возможно, решетка. Она иногда теряется, но, скорее всего, она прогорает со временем. Ну что, давайте я вам покажу, как собирается газовая установка на гриль. Итак, есть вот такой вот маленький баллон, который продается во всех строительных супермаркетах. От него питаются газовые горелки для строительных работ. И вот под него есть вот такой вот переходничок. Все, что нам нужно сделать, нам нужно снять крышечку. И сюда просто накрутить данную систему. Все. Когда мы нажимаем, начинает идти газ. Нажимаем, поворачиваем. В самом начале огонь большой, потом уменьшается. То есть, в начале, когда мы нажимаем, идет самый большой огонь, чтобы разжечь гриль. И чуть-чуть поворот, и мы этот гриль начинаем прогревать. Это система номер один. Вставляется это вверх ногами под углом. Поворачивается. И все. Он никуда не выходит. Вот такая вот система. На самом деле, вот эти маленькие баллоны, они самые удобные. Ими удобнее всего пользоваться. Но хватает их, конечно же, совершенно ненадолго. Поэтому, если мы хотим увеличить время готовки, потому что обидно в данном случае не то, что газ просто закончится. А то, что он закончится, когда у вас будет там лежать все мясо и прочее. И нужно будет с этим что-то делать. Убирать мясо, чтобы разжечь. Фигня полная. Поэтому у нас есть другая система. Вот такой вот французский баллон. Кемпинг-газ. Редуктор. Шланг. Обратная резьба. И вот такая система. То есть оно вот так болтается. Это абсолютно нормально. Я вначале думал, что это будет какая-то проблема. Нет, это абсолютно нормально. Работает точно так же. Нажимаем, поворачиваем. Большой огонь. Потом поворачиваем дальше. Он уменьшается. То есть принцип одинаковый. Дорогущая штука удобнее тем, что мы не зависим от баллона. В данном случае у меня есть вот такой баллон. Но совершенно спокойно можно его подключить и к вот такому обычному газовому баллону, который используется для готовки. Теперь минусы. Вот этот маленький баллон и вот этот маленький редуктор в том месте, где идет поворот, вот эта вот вся система, сделано все из мягкого сплава. И иногда, когда проходит какое-то время, эта ручка остается у вас в руке. То есть вот данный маленький редуктор очень ненадежный. Второй минус. Если у вас тик, вы ставите баллон, все эти баллоны, вот увидите ржавчину. Как только вы его ставите на тик, сразу автоматически остается пятно, которое крайне тяжело выводить. Нужно выводить ортофосфорной кислотой. Это очень сложная задача. И эта же неудобная система с ржавчиной от баллона присутствует и на вот этом вот французском кемпинг-гасе. Внизу тоже ржавчина, поэтому на тике он у нас не стоит, а стоит исключительно в ведре. Серьезный минус. Вообще, я считаю, что самая удобная система это вот такой шланг, который у нас идет от гриля. И вообще вывести его каким-то образом полностью стационарно на большой баллон, чтобы его просто из локера достал, подключил и все. Оно работало, там какой-то вентиль открыть. Это самая удобная система. Если нет, всегда есть запасной баллон. То есть вы ни одним баллоном пользуетесь на лодке. И когда у вас есть два баллона, вы можете гриль подключать просто ко второму. Это ни на что особенно влиять не будет. Поэтому самая удобная система, повторюсь, редуктор, шланг и регулировка прямо на шланге, который я вам показывал. Который вставляется вместо маленького баллона. Вот такой баллон. Пластмассовое дно. 6 килограмм. Хватает на много. Подключается к обычному вентилю в зависимости от страны. Ну что, давайте готовить. Здесь мы будем жарить овощи. Делаем такую сковородку импровизированную. Вот этим вот газовым баллоном я пользуюсь, потому что я уже давно не пользовался вот этими переходничками. Вот этим редуктором дурацким. Но я увидел вот этот набор с полным баллоном. Продавался здесь на барахолке за 10 американских долларов. А при цене вот этого всего, ну минимум 50. Я решил, что это супердил. Пускай валяется, мало ли когда-нибудь пригодится. Ну и вообще вот в таком формате удобно. Поэтому мы сейчас вот этот баллон дожгем. И просто у меня останется редуктор, который будет лежать. Ну что, зажигаем. У меня в гриле нет кнопки розжига, потому что я его уже давно покупал, тогда не было. Всё. Работаем. Оставляем. Разогреваем. И теперь звезда нашего сегодняшнего гриля. Это мясо. Кстати, мясо это прекрасное филе. Прямо супер. Чарли привозит такое мясо, которое ты ешь, тебе даже не нужен нож. То есть мягкое-мягкое. Очень редко получается такое мясо есть. Ну и естественно у нас будут платанов. Единственное, что я обычно делаю перед тем, как положить, я мясо выкладываю на салфетку, чтобы оно было сухое. Я убираю лишнюю влагу. Мясо получается прямо сухенькое, красивенькое. Теперь я беру немного масла. И делаю вот так вот. Тум. 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 Мясо я выкладываю рядышком, чтобы была температура выше, чтобы оно прожаривалось лучше. Все. Это готово. Это готово. Закрываем. Оставляем. Засекаем время. Кстати, платана будет чуть-чуть сладковатый. Похож на батат, потому что это же не совсем банан. И он не сладкий. Он больше как такой, крахмалом. Должен отметить, что данный гриль достаточно эффективный. То есть у него с температурой внутри все хорошо. Несмотря на то, что я его не очень люблю, потому что он дурацкий, у него все время что-то ломается. Они сделали абсолютно конченную систему с этими горелками, которые постоянно выгорают. Но, тем не менее, он работает хорошо, жарит хорошо и внутри температуру держит прямо отлично. Но есть масса минусов, которые, на мой взгляд, я считаю, полный зашквар. Ну что, вот у нас гриль уже получился. Должен сказать, что, естественно, как к любому другому кухонному устройству, нужно немножечко приноровиться. Потому что за счет того, что вот это вот у нас все проржавело и отвалилось, оно где-то жарит, где-то не жарит. В этом месте можно класть, в этом месте нет. Ну, в общем, ну что, тут прожарочка нормальная. Прямо идеально. Можно немножко больше с кровью, конечно, хотелось бы. Но, в целом, вот мне такое нравится. Гриль, несмотря на то, что у нас немножечко покалеченный, жарит хорошо, жарит равномерно. Ну что, сейчас я это все прикончу и сделаю свое резюме касательно вот этой сковородки, на которой мы только что жарили овощи и жарили мясо. Ну что, друзья, вот закончился у нас обед. Сытый лев, добрый лев. И я думаю, что пришло время подвести итоги. Но прежде чем мы это сделаем, не забудьте подписаться на канал. Лайки, ну, вы в курсе. Давайте продолжаем. Резюмируем. Давайте посмотрим, во сколько же нам обойдется полностью гриль. Итак. Сам тазик 260 долларов. Кронштейн на рейл 52. Газовый регулятор 45. Газовый редуктор 20. Кронштейн удлинитель 30. И чехол 71. Чехол опционально, но если мы уже это все покупаем, то окей, пускай будет чехол. Итого у нас получается 478 американских долларов. Итак, мое мнение. Magma Grille в этом круглом форм-факторе, который работает на газу, полное говно. Во-первых, за эту цену вы получаете комплект, на котором можно жарить от газа, от всего. То есть это максимальная комплектация, которую вы себе должны купить. Иначе у вас будут вечно какие-то полумеры, типа вот таких вот баллончиков, которые будут вечно заканчиваться. И тем не менее, почему это Magma Grille такой распространенный гриль? Я считаю просто за счет того, что он продается в яхтенных магазинах. Когда людям нужно купить его здесь и сейчас, нету времени ездить там непонятно куда, искать магазины, в которых продаются грили. И просто приходят в яхтенный магазин, который находится под боком, и покупают то, что там есть. Да, это стоит кучу денег, но точки продажи здесь являются основополагающими. Теперь, касательно, насколько эта система надежная. Она нихрена ненадежная. Все время все сгорает, все время нужно менять. Почему нельзя было сделать нормальную горелку, которая в обычных грилях, не знаю, которые стоят на дачном участке, блин, столетиями работают и все отлично. Нет, здесь все выгорает. И вот эти вот все комфорочки, их нужно заказывать, их вечно там нет в наличии. А если есть, они стоят каких-то непонятных, безумных денег и так далее. Следующий гриль, который я себе куплю, потому что мне надоело в этот гриль инвестировать. Сейчас мне нужно сюда вложить еще 100 долларов для того, чтобы поменять конус, поменять горелку. Ну и, слава богу, наверное, все. Плюс для хранения нужен чехол. Чехол стоит безумных денег. Прямо кошмар какой-то. И он еще и круглый, что в принципе неудобно, потому что вы, как в этом стежке, я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом, теперь я вовсе не уверен ни в чем. Так вот, круглый гриль вы храните в квадратной коробке, которая занимает просто огромное место. Если вы покупаете сразу квадратный гриль, он занимает, как ни странно, меньше места. Его можно повесить на леера, и по форм-фактору он является значительно удобнее. Потому что те люди, с которыми я разговаривал касательно круглых грилей, говорят, что все недовольны, у всех такое же отношение, как у меня. Если люди там на выходные приезжают, все окей. Если используют постоянно, куча проблем. Квадратные сделаны немножко по-другому. Стоят просто как чугунный мост. Но в этом форм-факторе есть большое количество грилей, которые предлагаются для сада, для дачи и так далее. Они ничем не отличаются. Они сделаны из этой же гадкой нержавейки, которая у нас черного цвета, а те еще и нормальные, потому что, скорее всего, нормально сделаны. Не для яхтсменов. Плюс для него можно купить специальные кронштейны для труб. И это будет идеальное решение по цене до 150 долларов. Я настаиваю, что Magma Gril, на мой взгляд, грилей плохие. Больше я себе его покупать не буду, несмотря на то, что это Marine. Якобы должно быть хорошо. Оно нехорошо. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Не забывайте подписаться, поставить лайк, напишите коммент ваше мнение и вообще, что вы думаете про гриле и про гриле Marine, и про гриле садовое, которое используется на лодке. У кого есть какой опыт, если есть положительный, с радостью перейму, потому что вопрос стоит остров. Вместо того, чтобы сюда вложить 100 долларов, можно за эти деньги, я думаю, что купить нормальный готовый гриль. Мы и дальше будем пилить обзоры на яхтенное оборудование. Я думаю, что для яхтсменов эта рубрика полезна, потому что многие люди задумываются поставить себе гриль на лодку. Увидимся через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова